Розжиг котла. Открываем топливный резервуар, наполняем гранулами и обязательно закрываем. На блоке управления запускаем функцию розжига. Для этого нужно нажать и подержать клавишу направо. Шнековый транспортер поднимает гранулы в горелку до нужного уровня. Заливаем гранулы в горелке специальной жидкостью для розжига в таком количестве, чтобы жидкость охватила весь верхний слой гранул. Тогда зажигаем гранулы в горелке. Происходит розжиг. Если гранулы спускаются вниз в горелке, их надо приподнять до нужного уровня с помощью блока управления. Когда видим, что топливо разожглось, запускаем котел в автоматический режим с помощью клавиши Enter. Теперь жар от горелки идет через теплообменник. Дополнение гранул в топливный резервуар. Останавливаем котел нажатием клавиши налево на блоке управления. Открываем топливный резервуар, наполняем гранулами и обязательно закрываем. Запускаем котел в автоматический режим, нажимая клавишу направо на блоке управления. Чистка котла. Останавливаем котел, нажимая и удерживая клавишу налево на блоке управления. Ждем, когда котел остынет. Открываем верхние и средние дверцы. С помощью скребка чистим верхние и нижние плоскости теплообменника, делая это сверху вниз. Скребком чистим внутренние стенки котла. Осевший пепел на теплообменнике и дверцах также можно чистить с помощью пылесоса. Снимаем дефлектор, который висит на крюке в центральной части котла. Удаляем гранулы и пепел из горелки до самого колена. Снимаем фиксирующий винт, снимаем горелку и с помощью скребка удаляем накипь. Затем помещаем горелку на ее место и крепим фиксирующим винтом. Открываем нижнюю дверцу, вынимаем пепельный ящик и удаляем пепел. Вставляем пепельный ящик в котел и закрываем дверцу.